Доктор медицинских наук Доктор медицинских наук Доктор медицинских наук Доктор медицинских наук заболевания уха, вообще, если мы говорим о голомостных опухолей, это одно из самых тяжёлых заболеваний опухолей головы и шеи. Это данная опухоль, она доброкачественная, но находится как раз в злокачественном месте. Это основание черепа, чтобы люди представляли, это задняя черепная ямка, это такие сложные сосуды, да, сонная артерия в том числе. Эта опухоль, она отличается тем, что это сосудистая опухоль, которая растёт из голомостных телец, или парагонглиом, который находится вдоль крупных сосудов. В данном случае мы говорим о том, что это голомостная опухоль среднего уха, когда опухоль берёт своё начало из голомостных телец, которые находятся вокруг луковицы и ромной вены или ствола внутренней сонной артерии, которые проходят в высочной кости. Но она может и не затрагивать, да, это же может быть и голомостная опухоль среднего уха, может быть, голомостная опухоль и рёмной вены. Может быть, это для наших слушателей пока ещё сложно понять, особенно такие тонкости. Но вот важный момент, который должны люди понять, что это прежде всего опухоль, которая медленно растёт. Если мы говорим об этой опухоли, для слушателей самое главное знать о том, что если мы говорим по-медицински, то есть как бы эта опухоль, она сосудистая, как мы уже говорили, она хорошо снабжена сосудами, то есть обильная восклюризация этой опухоли. Поэтому это первое. Второе, то, что данная опухоль, она растёт в среднем ухе, пациенты, то есть как бы на ранних стадиях, они не чувствуют саму опухоль, они чувствуют пульсирующий шум в ухе. Это основной симптом, который пациенты могут на себе ощущать, это пульсирующий шум. Обратите внимание на то, что шум, он с сердцебиением, то есть пациент сам может определить, что данный шум, он отличается от обычного шума тем, что он слушается с биением сердца. То есть ритмично идёт. А потом, когда опухоль растёт, пациент ощущает чувство разбирания в ухе, помимо этого снижается слух, и если опухоль дальше растёт, она растёт медленно, но она растёт, и сдавливает жизненно важные структуры, которые находятся в этой области. И в том числе черепные нервы? Однозначно, потому что опухоль растёт, если два вида опухоли, это гломус тимпаникус, это то, что находится в барабанной полости, это она идёт от телец, который вокруг нервов среднего уха, там два нерва, это нерв Якобсона и нерв Арнольда, которые от глоссофарингус и вагус, это два основных нерва. В данных случаях она не сдавливает крупные сосуды, она растёт в барабанную полость, она может развиваться дальше в клетке социевидного отростка, но она сдавливает все структуры, которые находятся в среднем ухе, и в барабанной полости, и в мастеидальной части высочной кости. Если мы говорим о другой форме, более вот такой злокачественной по развитию, это опухоль, которая растёт из телец, который находится вокруг луковицы и ровной вены. Если опухоль достигает больших размеров, она сдавливает, разрушает стенку луковицы и ровной вены, выше луковицы и ровной вены находится один из основных нервов, которые отвечают за миметику лица, это лицевой нерв. В редких случаях это образование сдавливает лицевой нерв, и у пациентов отмечается порез лицевого нерва на поздних стадиях развития этого заболевания. И ещё, если идёт ниже рост в сторону ерунного отверстия, где находятся три основные черепно-мозговые нервы, это глософарингус, вагус и гипоглоссус, на поздних стадиях развития вот этого заболевания у пациентов отмечается нарушение глотания, нарушение функции голоса и паралич языка. Поэтому здесь уже эта симптоматика, они считаются… Это грубая такая неврологическая симптоматика, и зачастую пациенты идут прежде всего к невропатологу. Как обычно пациенты с данным заболеванием, на что нужно слушателям обращать внимание на то, что пациенты обычно попадаются в возраст, который характерен для этого заболевания, это от 40 до 50 лет. Женщина больше? Женщина больше, практически в два раза. То есть общая заболеваемость населения, если вот по данным Всемирной организации здравоохранения, это 1 на 30 тысяч населения. Это первое. Гломустные опухоли составляют 0,03 от общих, от всех опухолей, которые могут встречаться, существовать в медицине. Но при этом попадание, вроде как мы сейчас то, о чём говорим, попадание должно быть минимально. И тем не менее, если это попадание уже случается, с учётом того, что мы сейчас сказали, что, во-первых, это женский возраст, во-вторых, это 40-50 лет, особенно если это и старше. Здесь ещё ведь могут наслаиваться, помимо глумостных опухолей, могут наслаиваться и другие образования, которые могут локализоваться в этой области, в том числе и ракуха, которая тоже, слава Богу, встречается не так часто. Если мы затрагиваемся в эту тему всесторонную, значит, мы говорили о том, что возраст 40-50 лет, но в 2-3% случаев это новообразование имеет место у пациентов младшего возраста, от 12 до 18 лет. Здесь бывают очень большие ошибки в диагностике данного заболевания, потому что это нехарактерный возраст, и при этом нужно обращать внимание на то, что образование, которое встречается в данном возрасте, в младшем возрасте, это злокачественное, в основном имеет злокачественный рост, тенденция к разрушению костных стенок среднего уха, и данное заболевание чаще рецидивируется. У него не такой медленный рост, как у типичной гломостной опухоли. Поэтому эти пациенты, как раз они попадаются в стационаре, и, как обычно, здесь диагноз ставится неправильно. И самое нежелажное в данном случае, что эти пациенты попадаются уже в операционную, оперируются по поводу других диагнозов, то есть как бы ошибочно ставится диагноз или острый гнойный средний отит, или мастайдит, потому что там, как обычно, присоединяется, помимо того, что опухоль заполняет среднего уха, там может быть наличие эксудата в среднем ухе, наличие там таких-то воспалительных явлений, потому что закрывается слуховая труба, и дренажная функция среднего уха нарушается, и поэтому у этих пациентов еще сопутствующие моменты, которые больше ведут к установке неправильного диагноза. Поэтому и когда хирург идет на такую операцию, не зная заранее, что это сосудистое образование, что это вот такой сильно восклюзированная опухоль, и поэтому удалять невозможно, потому что здесь самое главное при определении хирургической тактики на дооперационном этапе адекватно определить доступ, потому что эти новообразования классифицируются по локализации и распространению. То есть мы ссылаемся, то есть во всем мире ссылаются на классификацию фиша, которая… Да, в 79-м году. Поэтому разделяется на 4 типа, тип А, Б, С, Д. И если мы говорим о тип А, это опухоль, который находится именно в барабанной полости, она легко удаляется при хорошей подготовке хирурга и наличии хорошей оснащенной операционной. Операционной. Да, мы говорим о том, что эта операция рутинно проходит без последствий для пациентов. То есть чем раньше мы диагностируем это образование, и чем выше квалификация хирурга и оснащение операционной, тем это будет безопаснее для пациента. То есть операция может… И тем выше будут функциональные результаты оперативной миши. То есть операция может длиться 30 минут в данном случае, то есть от 20 до 30 минут, при этом сохраняются все функции, то есть сохраняется слуховая функция, сохраняются все слуховые косточки при удалении… Даже слуховые косточки. Все структуры среднего уха сохраняются. И барабанная перепонка. Если мы даже во время операции повреждается барабанная перепонка, мы одновременно делаем темпанопластику. Если опухоль, она чуть больше размеров и сдавливает слуховые косточки, то мы удаляем, допустим, часть косточек, но мы одномоментно делаем осеклопластику с помощью протезов. С помощью этой техники мы можем вернуть слуховую функцию. Если мы говорим о глумусных опухолей тип B, это когда больше объема сама по себе опухоль, она распространяется в мастердальную часть, тогда делается доступ более обширный. Он делается… Делается трансмастердальная темпанатомия, и удаляем опухоль, при этом тоже сохраняем все жизненно важные структуры среднего уха, и делается одномоментная темпанопластика и осеклопластика. Тоже при этой форме можно сохранить и слуховую функцию, и морфологически создавать… Предпосылки для формирования лучших результатов. Да, формирования звукопроводящей системы. Если мы говорим о… Вот здесь то, что требует междисциплинарного подхода, междисциплинарного подхода и хорошего… Кстати, о нём. Ведь это же, в общем, по большому счёту считается, что это удел от… Или вообще на ирохирургов, да, или в последнее время от аноэрохирургов. Если мы говорим о типце, здесь должен быть междисциплинарный подход. Для того, чтобы хорошо удалить новообразование, потому что все альтернативные методы, которые применяются, это гамма или гибернош, они, конечно, не решают проблему полноценно. Мы рекомендуем… Хотя никто стереотаксис вот этот и лучевой не отменяет, да? Но на первом месте во всём мире стоит хирургическое удаление данного образования. Это сейчас? Это уже стало сейчас, в последнее время? Да, потому что был период, когда всех отправляли подряд на гамма или гибернош, но в Европе, в больших клиниках мира, это когда имеется хорошее оснащение и междисциплинарный подход к удалению данного образования, конечно, на первом месте стоит хирургическое удаление, потому что при хирургическом удалении мы можем гарантировать сохранение жизненно важных органов, насколько это возможно, потому что самое основное – это сохранить функции черепно-мозговых нервов. Это лицевой нерв, это о том, что мы выше говорили, подъязычный, блюждающий нерв и гласофаринговый. Поэтому при нормальном подходе, при опухоли тип С, при нормальном междисциплинарном подходе, когда можно формировать хороший доступ к этой зоне, это значит скелетизируется сначала лицевой нервы. Я понимаю, что для слушателей это не так… То есть мы делаем доступ, исходя из локализации самой опухоли. И когда мы… сам нерв на всём протяжении… Главное, что вы его увидели прежде всего, вы подошли к нему, вы его под скелетизацию отделили, увидели, защитили, и дальше начали работать уже так, чтобы этот нерв не был затронут. Полностью можно удалить опухоль с сохранением вот этой функции. Иначе, если этого не происходит, то… А это происходит, в общем, преимущественно всё-таки под микроскопом, да? Нет, обязательно, вот здесь очень важно, это уже может для слушателей, может для хирургов, очень важно, чтобы было хорошее оснащение самой операционной. Это должен обязательно быть мониторинг лицевого нерва, это должно быть сейчас, в данный момент мы используем навигационную систему, которая помогает нам дифференцировать и избегать травм. А расскажите, что такое навигационная система для слушателей? Мы в ходе операции полностью можем видеть на экране параллельно, то есть вот вживую можем видеть на экране в виде рентген-снимка, то есть снимка компьютерной томограммы или магнитно-резонансной томограммы, мы можем видеть все жизненно важные органы, которые в ходе этой операции, можем с ним встречаться. И это помогает хирургу избегать травмы вот этих структур. Столкновения с жизненно важными структурами в этот момент. То есть чётко совершенно показывает хирургу, где он в этот момент находится. И что здесь самое важное, чтобы если опухоль, она же начинает в барабанной полости и может распространяться ещё на сосуде шеи и ровной вены, по ходу и ровной вены. И здесь как раз нужен и сосудистый хирург, который, то есть мы делаем два доступа. Один доступ со стороны шеи, то есть и ровной вены, а другой доступ делается со стороны трансмастидальной, со стороны уха. И мы соединяемся, то есть встречаемся в области луковицы и ровной вены. То есть луковица и ровная вена, она идёт, попадает в ровную вену. Луковица и ровная вена попадает в ровную вену. И мы ровную вену привязываем и удаляем ровную вену вместе с опухолью, вместе с луковицей, уже вместе с сосудистым хирургом, когда два доступа делаются. И тогда мы можем гарантировать, что мы полностью удаляем эту опухоль. При этом мы видим и контролируем все жизненно важные структуры. И мы можем гарантировать пациенту, что будет хороший результат с минимальными осложнениями. Осложнениями. А какие раньше были осложнения? До эры формирования высокой хирургии? Исходя из тех пациентов, которые к нам приходят, которые оперировали не раньше. А раньше же оперировали ведь всё-таки? Всегда оперировали. Это просто в 1979 году их как-то определили, классифицировали? Всегда оперировали, но когда опухоль маленькая, когда мы говорим о маленькой опухоли барабанной полости, конечно, здесь результаты при хорошей квалификации хирурга всегда можно получать хорошие результаты. И меньше вероятно, что был рецидив. И то мы встречаем рецидивы после данной патологии, после маленьких опухолей. При больших опухолей всегда имело место рецидивы. Практически всегда. И эти пациенты отправлялись на гамма или гибернош после операции. И они приходили к нам, опухоль росла дальше, и у них было уже общее осложнение со стороны. И уже симптоматика неврологическая была. Неврологическая поступила. То есть, как бы здесь уже чем больше опухоль, и чем больше было проведение операций, тем труднее помочь этим пациентам. Потому что, вы понимаете, как бы, помимо того, что есть опухоль, есть послеоперационная рана, есть рубцевание в области вот этой опухоли. Ещё и биологически изменённая опухоль в случае её воздействия на неё стереотоксия. Она становится более кровоточивой. Она становится более трудно удаляемой. И когда образуется в этой зоне рубцы, трудно отделить саму опухоль от нервов, от чизненно важных нервов. Поэтому здесь нужно стремиться к тому, чтобы при решении вопроса... Подозрении, решении вообще об оперативном вмешательстве. Об оперативном вмешательстве решать вопрос об адекватном доступе. И чтобы был междисциплиарный подход при различной форме, при различной распространении, локализации этой опухоли, чтобы был выбран адекватно правильный подход. Это самое главное. То есть, фактически получается, что в случае с каждым пациентом, с каждым, каждая гломусная опухоль разная. Фактически. Каждая из этих опухолей, то есть, они разделены, то есть, как мы уже говорили, они разделены по локализации. Да, да, да. Но в том плане, что даже если это будет одна приблизительно и та же локализация, в зависимости от анамнеза этого пациента, в зависимости от того, лечился он ранее тем или иным образом, это будут разные для хирурга задачи. Естественно. В каждом заболевании, в каждом заболевании и вообще из ушных заболеваний, отахирургия – это одна из сложных… С хирургической точки зрения. Да, поэтому всё-таки и в каждом из ушных заболеваний имеется определённый доступ, потому что вы понимаете, что здесь очень много особенностей анатомических структур. Я бы не… А они могут быть вообще особенные даже без этой опухоли? Без этой опухоли, они могут быть сами по себе. Без этой особенности строения самой высочной кости. Они отвечают. Вот об этом мы с вами, кстати, должны будем, я надеюсь, поговорим когда-нибудь в следующий раз, когда я вас приглашу. Потому что я знаю, что вы вообще специализируетесь вот на оперативных вмешательствах, на тех или иных заболеваниях ушей у пациентов с изменённой анатомией, с какими-то пороками. Да, мы сейчас на данный момент занимаемся всеми проблемами ушной патологии. Это аномалии развития врождённые и бывает врождённые аномалии развития среднего, внутреннего и наружного уха. Это один из больших разделов, которыми мы занимаемся ежедневно. Помимо гломостных опухолей, одна из… вот мы говорили о статистике, больше из опухолей встречается в высочной кости, это опухоль лицевого нерва, это шеваномия лицевого нерва, который сразу даёт осложнение в виде пореза, паралича лицевого нерва. Изменения, изменения лица, астерия. И в данном случае, и в случае гломостных опухолей, очень часто ошибочно эти пациенты оперируются по поводу хронического отита. И здесь как раз получается ошибка в установке диагноза и ошибка в подходе. И тогда эти пациенты, они не получают адекватное лечение. И как раз они поступают к нам на повторное хирургическое лечение. Ещё я хочу сказать, что важно для слушателей и для нас всех, то есть как бы для отоларингологов. Очень часто эти пациенты попадаются с гломостной опухолью, то есть это как обычно, это красная масса багрового цвета или красное пятно, которое просвечивается за барабанной перепонкой. Как обычно… Это то, что должен видеть, то, что может увидеть отоларинголог. Это мы можем видеть отоларинголога. И как обычно, это картинка эксклюзативного отита. Трактуют, да. Да, как будто жидкость за барабанной перепонкой. И в различных местах, то есть мы сталкиваемся с тем, что эти пациенты обращаются и им делают пункцию барабанной перепонки. Тимпанопункция называется. Это лёгкая процедура, но при эксклюзативном отите она рекомендована, но и получаем мы кровотечение. Кровотечение, причём массивное. Это очень такой вот опасный момент, который нужно о нём помнить. Что если мы видим красное пятно или красная масса за барабанной перепонкой, это не всегда. Особенно у женщины, особенно в определённом возрасте и особенно у женщины, которая, возможно, пожаловалась ещё на пульсацию, на шум в ухе, соседствующий, ритмичный с биением сердца и, возможно, ещё предъявила жалобы. Или можно расспросить, ведь да, нужно расспросить о том… Вот, самое главное, очень важно собрать правильно анамнез, то есть спросить, не отдать времени, чтобы правильно спросить у пациента. Не пожалеть время на то, чтобы задать массу вопросов. Когда это началось, как это проявляется, совпадает ли этот шум с сердцебиением, и тогда сразу у доктора должно уже быть настрой по поводу гломусной опухоли. Всегда иметь в виду в определённом возрасте, как Вы уже говорили, у определённой категории пациентов иметь настороженность, остороженность онкологическая и настороженность в плане наличия гломусных опухолей в среднем ухе. Эти пациенты, конечно же, это высокие, то, что в нашей стране называется лечение по высоким технологиям. То есть это в любом случае пациенты направляются? Не так много, естественно, и хирургов, и центров в нашей стране, когда хирурги берутся за подобное оперативное вмешательство? Если мы говорим о данной патологии, значит, если мы… Какие действия врачей по месту жительства, если они заподозрили вот такого пациента, что им нужно делать? Естественно, это заболевание, но это хирургическое вмешательство по высокой технологической помощи проводится. И, как я уже говорил, если мы тип А, Б, это когда маленькие опухоли, проводятся они в различных местах Российской Федерации, в разных клиниках, и хирурги хорошей подготовки… Оперирующие науки вполне себе могут соперить. Могут соперировать. Мы не всегда можем гарантировать, что всегда будет хороший результат, потому что при тип Б, то есть если имеется довольно большая опухоль в барабанной полости, часто бывает, что она разрушает стенку сонной артерии. Вы понимаете, что в среднем ухе, чего мы больше всего боимся, это три крупных сосуда – это сонная артерия, луковица и ровная вина, откуда исходит опухоль в некоторых случаях, и лицевой нерв. А когда опухоль, она разрушает стенку сонной, то здесь, естественно, требуется очень высокая квалификация у хирургов. И я считаю, что эти операции должны проводиться вот именно строго в специализированных стационарах, где имеется, опять же, команда хирургов и у хирургов, и сосудистых хирургов, и челюстно-лицевые хирурги, которые могут быть, всегда работают в команде. Да, то есть в любом случае, это доктор, который заподозрил наличие подобной опухоли, он должен, соответственно, связаться с своим главным отлерингологом, если он находится в одном из округов, не в Москве, не в Санкт-Петербурге, и далее, далее уже с теми учреждениями, в том числе с вами. Я думаю, что так, наверное, очень часто и бывает. Ну, у нас сейчас, естественно, за последние года три, я думаю, что количество этих пациентов у нас в центре, в нашем центре, оно растёт. Если мы раньше в год где-то было, то есть 4 года назад, я помню, где-то 10-15 в год, сейчас у нас больше 55. 55? В год. Ну, это потому что вы ещё, вы работаете в этой области, вы оперируете, соответственно, вы этих пациентов фактически аккумулируете, притягиваете к себе. Да, естественно, все пациенты, которые с сложными опухолями, то есть с большими опухолями, тип B или тип C, иногда они поступают к нам с тип D, тут нужен другой межсторонный подход, это когда и отохирург, и нейрохирург работают сообща, они поступают к нам, эти пациенты. Потому что здесь, я говорю, важно полностью удалить опухоль и с минимальными осложнениями для пациента. Осложнениями для функций. Да. Спасибо огромное, с нами был сегодня профессор Хасан Диаб, врач, который занимается аутохирургией, и который, я думаю, что к нам присоединится, ещё расскажет о многих интересных вещах в области заболеваний уха, именно с точки зрения их хирургического лечения. Спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо. Спасибо. Будьте.